Привет! Музыка важна. Она является частью ДНК Джоджо как франшизы в целом. Я думаю почти ни для кого не секрет, что подавляющее большинство имен и названий в серии являются своеобразной данью уважения любимым музыкальным исполнителям Араки. И именно поэтому сегодня я бы хотел поговорить о теме, засевшей в моей голове уже давно и довольно основательно. О сути, стоящей за многими музыкальными отсылками в Джоджо. Да, временами отсылки эти не очень коррелируют с сутью того или иного стенда или персонажа, но также довольно часто случается и обратное. И такие моменты подрывают сознание. В общем-то, о подобных референсах к различной музыке я и планирую порассуждать. Ну а начать я бы хотел с чего-то простого, чем и является отсылка, связанная с Маунт Интимом, союзником Джайра и Джонни из начала Стилбул Рана. О чем это я? Его стенд называется All Lonesome Me, и это в свою очередь является отсылкой на одноименную песню Дона Гибсона, лимиком из 57-го года. Расследить достаточно ироничную параллель между текстом и историей Тима не так уж и сложно. В данной кантри-композиции повествуется об одиноком человеке, слишком сильно зацикленном на определенной девушке. Зацикленном до той степени, что он не может заниматься тем, чем должен заниматься. И уже это однозначно напоминает нам о Тиме, самоотверженно отправившемся на выручку Люси Стилл в арке «Зеленая могила». Его аффекция в ее адрес, к слову говоря, не появилась из ниоткуда. В одной из ранних глав мы также наблюдали небольшой эпизод с его подкатами к юной девушке. Также занятны и следующие строчки. Здесь уже прослеживается связь с выбыванием ковбоя из истории на продолжительное время, после стычки с Айкомовой. Ну и возвращаясь к его камбэку. Что уж говорить, эта вылазка и привела к его невероятно печальной гибели от рук Блэк Мора. Параллель с которой также можно проследить в строчке. Большая ошибка, Тим. Очень большая. А на очереди Рики Эль и его стенд Sky High, названный в честь композиции группы Jigsaw. Ух, здесь я правда был невероятно поражен вниманию Араки к тексту и основной сути данного трека. Лирический герой песни буквально проходит через то же, что происходит с Рики Элем на протяжении всей его арки. Вернее, наоборот, так как я искренне убежден в том, что написанные эти главы были под впечатлениями Араки от прослушанной композиции. Собственно, перейдем к самому дайджесту. В этом предприпеве герой песни рассуждает о том, что отдал всю свою любовь и в целом все, что только мог, полагая, что они сумели добраться до метафорической вершины. При этом он задается вопросом, а почему всему этому должен был прийти конец. Вопрос о том, к кому он обращается, открыт для разных интерпретаций. Но что важно для нас, это история Рики Эля. История о том, как он, отдавая все свои силы и возможности, сумел покорить Sky Fish. Но, к большущему сожалению, был побежден и потерял контроль над ними. А вообще интересно, что Рики Эля, по сути, можно расценивать главным героем его арки. Но об этом как-нибудь в другой раз. А что же касаемо песни, в ней прослеживаются и другие параллели. А также строчка... Здесь герой песни сетует на некую ложь, в которую он свято верил. И снова говорит о том, что они могли достичь недостижимых высот. Перемещаясь к Рики Элю, спроецировать все это тоже легко. Этой ложей в его ситуации можно назвать искреннюю веру в полный контроль над стержнями и их подчиненность. Из-за того, насколько глубоко вплетена эта песня в данную арку, ассоциируется она у меня теперь исключительно с Рики Элем. Вот мы и подобрались к, пожалуй, одной из самых мощных и глубоких отсылок во всей франшизе. Да, я говорю про Ди Вола и его связь с музыкальной группой King Crimson. С чего бы мне начать? Полагаю, самого главного. Песни 21st Century Shizoid Man. Это тот самый трек, который большинство слышали в своей жизни хотя бы один раз, но не понимали, о чем в нем идет речь. А речь в нем идет о ментальном и психологически сломанном человеке, гордо зовущемся шизоидом 21 века. Но если серьезно, стоит ли мне напоминать вам о том, что события Golden Wind'а происходят в 2001 году? И описание, а вернее термин шизоид, подходит Ди Волу просто идеально. Ведь это расстройство обычно характеризуется склонностью избегать эмоционально насыщенных взаимоотношений, замыканием в себе и отсутствием особой мотивации к социальному взаимодействию. А проще говоря, предпочтением одиночества. Это же все про Ди Вола, диагноз поставлен верно. Однако это лишь верхушка айсберга. Погружаясь и в другие песни из секундочку того же альбома In The Code of the Crimson King, а именно треки Эпетов и The Code of the Crimson King, мы можем обнаружить еще более глубокие параллели. Говоря о суде Багрового Короля, интерпретаций может быть много, но я бы расставил все следующим образом. Фиолетовый дудочник — это Допио, поскольку именно с его помощью демонстрируется перемена в рассказе. Черная Королева — это Ризотто, из-за слов о забивании и похоронном марше, что можно расценить как череду смертей в Ласквадре, в его команде. Делает это Королева, к слову говоря, для призыва Огненной Ведьмы ко двору Багрового Короля. Риш, без обид, но, возможно, ведьма — это ты, ибо, как мы уже определились, похоронный марш — поочередная гибель членов Сквадры, произошедшая как раз-таки из-за охоты над Риш. Либо солнцем, либо желтым шутом, а может и сразу обоими, выступает Джорно, так как речь в этих строчках идет о разбитых солнцем цепях, а как многие могут знать, именно ему удалось уничтожить те самые оковы, в которых находились Бруны и его команда, а чуть позже и весь Пассиона. Если же смотреть на него как на шута, то и тут, немного утрировано, но все же наблюдается связь с историей в виде строчек о том, что желтый шут не играет, но осторожно перебирает струны, и улыбается, пока марионетки танцуют. А как многие могут вспомнить, принимал участие Джорно в довольно-таки малом количестве битв, зачастую произвольно или нет, оставаясь на заднем плане. Хранителем городских ключей является Коко Джамбо. Тут даже, думаю, объяснения не требуются. Ну и самим Багровым Королем выступает очевидно Дьявола. С песней Эпита уже все немного проще. Так, в ней мы можем буквально встретить следующее. С песней Эпита уже все много проще. С песней Эпита уже все много проще. Думаю, все согласятся, что на этих строках и была основана Эпитафия Кинг Кримзом, а также значительная часть Дьявола как персонажа. Постоянная запутанность абсолютно во всем, что с ним связано. Его происхождение, природа, история. Ну и довершает все это тот факт, что Багровым Королем обычно называют правителя, на период правления которого приходятся различные гражданские войны. Очень походит на ситуацию с трехсторонним противостоянием в Ля Сквадре, специального отряда босса и команды Бучилати. Еще одним занятным примером является Юцую Ягиама, антагонист из Джоджелиона, а также по совместительству Первый Каменный Человек, с которым сталкиваются наши герои. Его стенд буквально называет «Саймо Рок» в честь одноименной песни дуэта Саймона и Гарфункел. Их, к слову, многие из вас могут знать по песне «Sound of Silence», но это не суть важна. А вот что действительно важно, так это гениальнейшая связь Юцую с этим треком, которая, несмотря на ваши возможные подозрения, заходит куда дальше одного названия. Если же говорить конкретно, достаточно интересны следующие строчки. А не он ли случайно является по профессии архитектором, к тому же ответственным за проектировку и строительство поместья Хигашиката. Также обращаю ваше внимание на это. Думаю, я не единственный, кому в голову пришла та печальная история, связанная с ближайшим другом Юцую Айша и его возлюбленной. Так что да, представить Эгиаму неким рассказчиком не так уж и сложно. Ну и напоследок. Защищен своей броней? Правда. Прячется в том, что он не тревожит и никто не тревожит и никто не тревожит его. И это также правда. Знаете, а это даже не столько личная песня самого Юцую, сколько самый настоящий гимн каменных людей как вида в целом. Ну и в качестве вишенки на торте выступает один забавный момент. И Цуэ буквально цитирует часть текста песни. Ну а что это значит в рамках самой вселенной? Решайте сами. Ну а это еще далеко не все, о чем я мог бы и хотел бы рассказать. О музыкальных отсылках в Джорджо можно говорить очень и очень много. И детально эта тема еще не разбиралась. Но я все же не уверен, насколько это интересует каждого. Именно поэтому я решил сконцентрироваться лишь на нескольких примерах, чтобы показать, что порой за музыкальными отсылками в Джорджо лежит куда более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Благодарю за просмотр и подписку. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok